Установившееся на территории республики тепло дает аграриям возможность наверстать упущенное. В муниципалитетах начинается активная пора заготовки кормов. Как эти работы наладили в Комсомольском районе, сегодня приехал проверить глава республики. О противостоянии с погодой и видах на урожай в сюжете Дмитрия Ковалева. Чтобы корова давала больше молока в амбары на зиму, необходимо заложить порядка 20 центнеров кормов. Это годовой запас только для одной буренки. В хозяйстве искра от погоды чудес не ждут. В ближайшие дни необходимо заготовить большое количество сенажа. Его прессуют в одну большую гору, чтобы сохранить до зимы максимальное количество полезных веществ. На село забрали где-то 50 гектаров. Еще осталось, которые на село забирают еще гектаров 30. Успеем, это тысяча тонн ложить нам 3 дня надо. Хорошая погода 3 дня. В региональном Минцельхозе не скрывают, на урожай этого года были другие планы. Но все же по расчетам в убытке хозяйства не останутся. Зерновые культуры дают неплохие всходы, но пока на поля комбайны выехать не могут. На менее мощных тракторах, простыми косилками, дробилками, вот так вот на кургане закладывают. Это тоже один из выходов, скажем так. В этом году мы должны 72 тысячи тонн сена заготовить, должны заготовить 170 тысяч тонн сенажа и 200 тысяч тонн силоса. От дождей пострадали многие хозяйства. Потери считают и на полях, которые не были обработаны химикатами. Хорошо, что если колоссия встанут до конца, а когда налив зерна будет, тяжесть-то она будет, соответственно, и тем самым опять-таки потери увеличиваются. На счету агрария в каждый день. К уборочным работам необходимо подготовиться, чтобы не допустить потерь. Урожай этого года на вес золота отметил глава республики. Самое главное, надо убрать. Если мы не уберем, или с большими потерями уборка будет, конечно, мы не дотянем до прошлогоднего валового сбора. Агрария волнует и вопрос, куда сдавать влажное зерно. Уборка сложная будет и влажное зерно будет. В прошлом году с сырым зерном тоже проблемы сдавать. Наши хлебоприемные предприятия, системы Чуваш-хлебопродукт, продовольственные фонды, которые цивильские, они будут принимать, нет вопросов. Но там же снижается воловой объем зерна, который будете вы продавать туда, соответственно. Кошелку свою надо, хотя бы маленькую, но делать ее надо. Цены мы, они все есть, сегодня выставим на сайте, чтобы каждый мог и в газетах опубликуем, доведем до районов. В этом году должен дать большие всходы и картофель. По плану Минсельхоза аграрии соберут порядка 500 тысяч тонн. Картофельные поля поспевают хорошо, особенно там, где посадили элитные семена. Обильные осадки не скажутся на их качестве. Сейчас аграрии ждут погоды, техника на готове. Но уборка, и это тоже прогнозы, начнется позже, на две недели. Если, допустим, Яльский район, как мы сейчас обсуждали на одном из полей, в это время уже выходил на поля, на уборку, на скашивание, то, соответственно, до первых чисел августа, скорее всего, не получится. Главная цель – получить прибыль. Цены сегодня, фураж даже взлетел сейчас почти на два рубля. Если на полях работы буксуют, то дорожники наращивают темпы. Глава региона проинспектировал ход ремонта дороги в селе Полевое Шептахово. Асфальта здесь не было никогда. Долгие годы людям приходилось месить грязь после дождей. Подрядчики уверяют, что дорожное полотно прослужит долго. Работы контролируют в региональном Минтрансе. Впоследствии будет здесь уложен 6-метровый слой асфальтобетона. И будет соответствовать всем действующим требованиям нормам. А в деревне Починок и Нелли завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Глава республики отметил, что новый ФАП должен быть возведен в срок уже этим летом. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика.